Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в симулятор автомобиля 2. Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. А вы, наверное, уже догадываетесь, где они находятся? Конечно же догадываетесь, потому что в этой машине есть багажник, и значит то, что... Ой-ой-ой, что происходит на улице? То, что они находятся в багажнике, это они! Если ты тоже захочешь попасть в ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и ты обязательно попадешь в следующий выпуск! Но многие ребята пишут то, что они не попадают в ролик, что лич, я не попал, что-то там еще, я не могу попасть в ролик. Но это, наверное, потому что ты не досмотрел ролик до конца и не написал кодовое слово, да? Наверное, поэтому... Пипец, как людей сегодня много на улице. Наверное, сегодня день города или что-то такое. Конечно же, поэтому. Поэтому, если ты давно не попадал в ролик, то досмотри его до конца. Я тебе прям вот это советую. Когда ты найдешь кодовое слово и напишешь его в комментарии, ты поймешь, что в ролик попасть, оказывается, можно. И это, на самом деле, просто легко. Нужно досмотреть ролик до конца, найти кодовое слово, я его прям скажу. А кодовое слово такое-то, такое-то. Ты его пишешь в комментарии, и все! И все! Ты просто попал, попал в ролик. И это, на самом деле, просто, это просто реально. Написал, и ты попал. Пипец, как людей много. Сегодня реально, походу, день города, я не знаю, или что-то подобное. Капец! Ну, прям весело в городе. Город прям ожил, расцвел. Прям работы. Поэтому это очень легко. Написал кодовое слово, и ты уже в ролике. Изи, просто изи. Так, дорогие друзья, что хочу рассказать. Сегодня, буквально совсем, я не знаю, опять пару часов назад, эти эвакуаторы злые, которые появились в городе, просто разбушевались. Наверное, это связано с тем, что город оживился, что, наверное, сегодня день города, и машин появилось в городе больше. И из-за того, что люди паркуются не в правильных местах, стали просто жутко много забирать тачек в эвакуаторы. И прямо пачками их везут в полицейский участок. Я не знаю, с чем это связано. Но я сегодня заехал в магазин продуктовый, буквально, точнее, ну не в продуктовый, а в магазин одежды, прикупить себе новые джинсы, потому что мои уже немножко полиняли. Я, когда ездил в гараж, получается, я их порвал, и мне нужно было поехать купить новые, потому что джинсы, которые у меня были, я их случайно порвал, когда мы перетаскивали тормоза к лодке. Когда мы их ставили, я зацепился об тросик, и они у меня порезались. И я не могу штуки ходить по городу, и поэтому я решил купить себе новые. И я, короче, остановился возле магазина, вот так вот, вот так вот. Я заехал на тротуар, и как бы я не мешал, люди-то могут меня объехать, Но люди, вот, как бы, оказывается-то я мешаю всем. Вот посмотрите, он сам вот куда прется. И вот из-за таких индивидуальных ребят, которые друг друга врезаются, мою машину, конечно же, забрал эвакуатор. И я думаю, что? Кого? Чего? Вот почему мою машину они забирают? Почему вот этих индивидуалов они тачки не забирают, а мою-то они решили забрать? Вот почему? Вот мы сегодня поедем разбираться в полицейский участок, и я им покажу это, я еще раз скажу и докажу, и я скажу, что я даже не буду платить штраф. Я абсолютно не буду не платить никакие штрафы и ничего. Почему они мою машину просто забирают эвакуатором? Какое они имеют право? Я остановился, буквально на 15 минут вышел в магазин, купил себе джинсы, а моей машины уже нет. И я такой, чего? Где она вообще может быть? Это, это просто нечестно. Это какое-то надругательство просто над жителями города. Я просто, наверное, буду писать жалобу на этих эвакуаторчиков, потому что они уже просто офонарели. Они реально до какой-то вот невыносимой степени офонарели, и своим эвакуатором они решили что, весь город разобрать? Ну попробуйте, заберите все тачки, которые есть в городе. Вот слабо это им или не слабо? Вот мы это посмотрим с вами. Я, вот посмотрите, вот лучше бы вы за вандалами вот следили, которые разбивают автобусные остановки, потому что, ну что это такое? Город красивый, автобусные остановки вот такие раздолбанные. Вот куда это? А машины забирать, конечно же, оказывается, я мешаю всем подряд. Да-да-да-да-да, мешаю. Вот лучше бы штрафовали бы вот таких бы гонщиков нелегальных, которые, посмотрите, на тротуары заезжают. Вот это да, вот это нечестно. А из-за таких эвакуаторчиков злых, мне приходится брать машину в каршеринг, потому что за тачкой какой-то другой мне ехать далеко до гаража, еще что-то, а мою, на которой я ездил, ее, получается, забрали. Ну, браво, просто, я не знаю, похлопать, я не знаю, буду аплодировать своим эвакуаторчикам, но я сразу заявляю, что платить я ничего не буду, я просто нагло приеду и заберу свою тачку, потому что она моя. Какое они имеют вообще право забирать и на каком они основании это делают, я вообще не представляю. Не понимаю, ни малейшего представления у меня нет, почему они так поступают и делают. Мне что, вообще теперь машину не брать? Может быть, мне пешком ходить в магазин, чтобы мою машину не забирали? Это что такое? Что я могу оставить тачку только в гараже или в что? В гараже она должна стоять? Там ее парковать? Ну, не, 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 не. Это уже наглежь средь бела дня, потому что, ну, я считаю, что это прям нечестно они поступают с людьми. Есть же и парковки и все. Почему они должны штрафовать и вообще забирать тачку? Я считаю, что не имеют никакого малейшего права на это, и поэтому мы поедем и будем с ними разбираться уже на месте, потому что, ну, это офонарели, 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 и вот нужно, получается, приехать сейчас на полицейский участок, и там уже моя тачка стоит. Я не буду ничего платить, мне абсолютно чихать на эти штрафы. Пускай, пускай, хотя бы хоть закидывают, хоть что угодно. Я ни одного штрафа не заплачу, абсолютно. Я буду оставлять машину там, где я хочу, и буду просто ругаться. Я вот, если увижу этого эвакуаторщика, я просто поругаюсь с ним, просто сильно возьму и поругаюсь. Вот тут же я оставляю, вот тут же, можно же оставлять тачку? По идее, можно, так как вот тут, смотрите, ребят, тут, да и, ой, что ты сигналишь? Тут, а кто вообще сигналит? Тут, получается, есть три... А, вон, кстати, и моя весточка стоит, которую у меня забрали. Тут, получается, три полосы, и людям-то, ну, не нужно. Я, как бы, и пешеходам не мешаю. Пешеходный переход-то широкий, и три полосы. Как бы, я никому не мешаю, ничего плохого не делаю, но почему они забирают мою машину? Почему? Всё, ладно, завершаем уже каршеринг, как бы, уже нормально. И сейчас пойдём уже забирать машину. Вообще нечестно, как бы. И всё тут... Сейчас, пускай машина проедет, я не буду мешать. Так, с левой стороны нету, всё. Пойдёмте, будем переходить через дорогу. Так, идём, 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 идём. Тут никого нету, всё, можем бежать, 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 бежать. И вот моя машина. Я не знаю, сейчас я пойду в полицию и буду писать, получается, заявление на то, что эвакуаторщики просто уже... Уже ошалели просто. Я не знаю, так... А, тут у них закрыта ночь же, я забыл. Ну, хорошо, я просто заберу свою тачку и всё. Как бы, я даже не буду ничего делать, я просто забираю свою машину. Сейчас я её открою, так, где они ключи, так... Чикпук, всё, отлично, я её открыл. Ну, и теперь мы поедем домой. И я абсолютно, абсолютно не хочу. И, не знаю, там люди ходят возле полицейского участка, может, это работники или кто это, а может, уборщица пришло убираться. Вон они, люди ходят. Ну, нечестно. Я считаю, что это просто нечестно. Я вот позбиваю все столбы им, вот назло. Вот просто возьму и позбиваю, потому что вы уже офонарели со своими фонарями вот тут возле полицейского участка. Вот так вам и надо. Купите себе новые на деньги, которые вы зарабатываете с эвакуацией машины. Вот так вот. Купите себе новые столбы. У вас же денег, наверное, много. Вот. И понакупайте себе. Поэтому, дорогие друзья, если вам понравился ролик этот, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если вы досмотрели его до конца, то напишите кодовое слово. Очень интересное и крутое. А именно глушитель. Все те люди, кто напишут слово глушитель, обязательно попадут в следующий ролик. Я уже объяснял, что нужно сделать, поэтому я думаю, вам это будет несложно. Потому что я в начале ролика сказал, что попадут все абсолютно. Главное, напишите кодовое слово. И это очень сильно важно, дорогие друзья. Ну, а с вами был Личи. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. А также, а также обязательно, просто обязательно пишите комментарии. И, конечно же, нажимайте на лайкосики. Это очень сильно важно. Ну, а с вами был Личи. И всем до скорых встреч, дорогие друзья.